Еще в прошлом веке сахарный диабет первого типа был неизлечим. У пациентов с таким диагнозом попросту не было шансов. Счет шел даже не на годы, а на месяцы. Благодаря достижениям современной медицины, инсулинзависимые диабетики отвоевали себе время. Но его количество зависит не только от лечащих врачей, но и от самих заболевших. Ирина Владимировна Иванова держит свой недуг под контролем уже 57 лет. Даже награду за это имеет. Медаль «Триумф человека и медицины» ей прислали из диабетического центра Джослина из Америки обычной бандеролью. Где-то месяц они рассматривали, потом написали мне, что да, решение принято. И мне выслали эту медаль. Месяца через три я ее получила. То есть вы просто пришли на почту? Мне прислали. Да, я пришла на почту, и там была вот эта вот медаль. И было свидетельство о том, что эта медаль выдана мне. Медаль «Виктория» была учреждена в 1948 году. Инициатором стал американский врач-эндокринолог Эллиот Проктор Джослин. Впервые он озаботился проблемой диабета еще во время учебы в Ельском университете, когда болезнь поразила его тетю. В середине прошлого века врачи не знали, как лечить диабет, поэтому у пациентов практически не было шансов. Джослин решил во что бы то ни стало победить недуг. Спустя годы он открывает диабетический центр. Издает первый справочник по диабету и учреждает медаль для долгожителей с этим заболеванием. Ирина Владимировна себя триумфатором не считает, хотя признается, договориться о мирном сосуществовании с диабетом было очень нелегко. Само знакомство с коварным противником началось с гипогликемической комы. Ей было всего 7 лет. В первый класс я пошла, но сил было настолько мало, что я не могла нести портфель. У меня бабушка несла. Потом началась рвота сильная, и я потеряла сознание. Это где-то через месяц, наверное, в октябре. Врачи не могли понять, что со мной. И одна врач, у меня был уделенный вес у мочи большой, и она говорит, давайте проверим на сахар. И проверили, когда на сахар, у меня в моче было 7% сахара, а в крови, когда взяли кровь, было старыми единицами больше 500, это сейчас больше 37. Сначала человек понимает, что ему плохо. Он, конечно, не будет знать, что у него именно диабет. Он худеет, у него слабость, у него жажда, частое мочеиспускание. И это может развиваться по-разному. Все равно все индивидуально. Классически у детей это неделя-две и госпитализация. У взрослых это может быть длительно. Но чаще всего до месяца. И мы диагноз уже должны выставить. Это сегодня диагностика позволяет выявить болезнь в считанные дни. А более полувека назад врачи неделю не могли понять, какой недуг одолел девочку. Ирина уверена, то, что ей удалось тогда выкарабкаться – настоящее чудо. Это были советские времена. Мама не была верующей. У нас вообще неверующая семья была. Ну, она молилась. Когда человеку сильно плохо, он все равно молится Богу. Она просила моей жизни, и Господь ей дал. Мама рассказывала, что вот когда она, когда уже вот неделя подходила, и говорили, что, скорее всего, она не выживет, она шла по коридору, и навстречу ей бежала врач. Сказала, она будет жить. Мы поняли, в чем дело. И меня перевели сразу на инсулин. В холодильнике Ирины у шприц-ручек с инсулином отдельная ниша. Гормон жизни не терпит слишком высоких и слишком низких температур и действует строго по времени. Кроме того, места для введения инъекций нужно постоянно менять. Из-за уплотнений гормон не всасывается. Несмотря на стаж болезни, не все диабетики в возрасте об этом помнят. Нужно еще напомнить о правилах введения инсулина. То есть инсулин короткого действия или инсулин смешанный мы ставим перед едой. Это очень важно, потому что многие совершают ошибку. Ставят инсулин четко по времени и мотивируют о тем, что доктор рекомендовал вводить вот в 8, в 14, в 18. Вот пациент пришел на прием к эндокринологу, достает шприц-ручку и пытается ввести в 14 часов дозу. Естественно, задается вопрос, а кушать вы когда планируете? Ну, когда домой приду? Вот это самая грубая ошибка. Мы понимаем, что мы сами можем спровоцировать тяжелейшую гипогликемию после введения короткого инсулина и отсутствия приема пищи. Инсулин ставить нужно перед едой. Если это инсулин обычный, простой, короткий, то он ставится за 30 минут до еды. Если это ультракороткий инсулин, то он ставится непосредственно перед едой. Обед по всем правилам девятого стола. Медленные углеводы в виде гречневой каши и овощной салат, сплошная клетчатка. Эндокринолог одобрит такой рацион, хотя порции наша героиня не взвешивает и точными расчетами не увлекается. Хлебных единиц такого понятия, по-моему, не было в то время. Сейчас вот по второму типу люди считают углеводы, а мы считаем хлебные единицы. У меня в диете написано до 15 хлебных единиц. Столько я, конечно, не съедаю. Это для меня очень много. У меня никогда не было большого аппетита. Хотя у меня есть знакомая, у которой первый тип, она говорит, что жорно падает. А если и случается приступ голода, унять его без вреда для здоровья, Ирине помогает салат из пекинской капусты. Рецепт прост. Треть кочана пекинской капусты. Три яйца, один свежий огурец, маленькая баночка консервированной кукурузы, по желанию, растительное масло или сметана для заправки, соль и перец по вкусу. Шинкуем капусту, добавляем сваренное вкрутую и нарезанное кубиками яйцо. Свежий огурец порезать соломкой. Затем кукуруза. Заправляем овощную смесь растительным маслом или сметаной. Добавляем соль и перец. Готово. В 100 граммах салата с масляной заправкой 324,5 калории и меньше 2 граммов углеводов. Со сметаной еще меньше. Такой пищевой дисциплиной могут похвастаться далеко не все диабетики. Отказаться от жареного многие не готовы. Жареная рыба не является углеводом и на нее инсулин не подбираем. Картошка жареная – это не очень хороший выбор тоже, опять же, для всех категорий и даже здоровых людей, потому что жиры используются невысокого качества, многократно используются чаще всего. Эти жиры становятся трансгенными и их не рекомендуется употреблять, если мы хотим сохранить здоровье. А если уже здоровье потеряно, то тем более. Поэтому это мы даже не рассматриваем варианты. Людям в возрасте, страдающим диабетом, рекомендуется сделать особый акцент на молочные продукты. Возьмите за правило дополнять один из приемов пищи стаканом молока. Хотя бы через день. Это всего одна хлебная единица. Или съедайте на завтрак творог со сметаной на ту же единицу. Кальций, который в них содержится, поможет укрепить кости. Кстати, в кунжуте кальция даже больше, чем в молочных продуктах. Одно условие – никакого сахара. Нужно пересматривать свои вкусовые пищевые привычки. То есть, если это в привычку вошло, нужно понимать, почему. Чаще всего понимать, что к сладкому она обусловлена тем, что у человека не хватает углеводов правильных в течение дня. Вот если его тянет неудержимо к сладкому, да, это может быть говорит о какой-то микроэлементарной недостаточности, каких-то микроэлементов не хватает, в том числе хрома. А может это говорить о том, что ему элементарно не хватает обычных правильных углеводов. То есть, у него есть нарушения в структуре питания. То есть, не 50% калоража он за счет углеводов употребляет, а меньше. Любовью к сладкому Ирина Владимировна не грешит, но вот двигаться в последнее время стало меньше. Вспоминает, как раньше путешествовала. Наблюдала за работой художников в Париже на Монмартре, прогуливалась по узким улочкам Италии и своими глазами увидела, как выращивают рис в Корее. Со временем поездки по миру стали реже, а теперь и вовсе заменились прогулками по родному городу. «Скандинавская ходьба». Я в первый раз увидела эти палки, когда на курорте была. Тогда меня напугали, что очень трудно с ними ходить, нагрузка большая. Я была в Минводах, гористая местность. В общем-то, я отставала от группы, когда мы шли на экскурсию. Даже без палок отставала. Сейчас довольно много людей ходит. Я тоже хожу, правда, нерегулярно, но стараюсь, потому что нагрузка какая-то нужна. Очень много за компьютером провожу время, и это вредно. Физическая активность обязательна для диабетиков любого типа, независимо от возраста. Однако, стремясь улучшить свое состояние, главное не переусердствовать. Когда человек не чувствует низкий сахар, он может не уловить тот момент, когда сахар достиг критической отметки и продолжает снижаться. То есть, боимся состояния, когда вдруг, возможно, гипогликемическая кома без предвестников. Просто человек жил, шел по улице, и вдруг начал терять сознание. И понимая, что это пожилой возраст, что люди уже имеют, возможно, ишемическую болезнь сердца, стенокардию, мы не должны допускать таких критических ситуаций, потому что любая гипогликемия на фоне ишемической болезни сердца может привести к инфаркту, может привести к инсульту. Контролируйте уровень глюкозы в крови. У людей пожилого возраста теряется чувствительность к ее колебаниям, что повышает риск гликемической комы. Регулярно проходите обследование. С возрастом сахарный недуг часто протекает не так ярко выраженно. Велика опасность развития патологии почек, нарушения зрения, инфарктов и инсультов. Делайте зарядку по утрам. Даже в облегченном варианте она позволит вам улучшить кровоснабжение в ногах, а значит снизить риск развития диабетической стопы. Шире шаг и активная работа руками. Ирина Владимировна не намерена уступать болезни. И не ради очередной награды. С возрастом желание жить только сильнее.